Приветствую вас! Я думаю, что ответить на ваш вопрос нужно так. Во-первых, давайте сразу скажем, да, давайте сразу скажем, что вас сейчас поглощают чувства. Чувства сильные, чувства новые для вас, ну, отчасти, да, новые для вас чувства, какие-то незнакомые, вот. И, соответственно, они вас захлестнули, они очень нравятся вам, и вы готовы ради этих чувств делать, собственно, всё, что вообще угодно. Вот. Я думаю, что основная сложность при ответе на ваш вопрос, это соблюсти баланс между тем, что вы можете завершить ошибку, и тем, что бы выразить вам наше профессиональное мнение, моё профессиональное мнение, скажем так. Сначала мне хочется сказать, что я согласен с Кудрячёвым Игорем Леонидовичем, который говорит, что если у вас возникли проблемы в отношениях с первым мужем, вот, то и в отношениях со вторым мужчиной тоже возникнут проблемы. Ну, просто потому что в том, что является именно вашим, в том, что является именно личностным, оно никуда не денется. И здесь я полностью согласен с, значит, своим коллегой, то, что ждут вас испытания и ждут вас разочарования, потому что, ну, человек привыкает к тому образу жизни, в котором он находится долгое время, человек привыкает к тому месту, где он, ну, где он живёт, где он находится. И когда это место меняется, то человеку на самом деле становится очень тяжело. Вот. Тем более, что вы оставляете, по сути дела, ну, мужчине, ну, своему мужу оставляете вообще всё, да, то есть очень много квартиру, всё, а сами вы, по сути дела, не берёте себе ничего, и это, конечно, не может не ударить, ну, не может не ударить по вам, не может не дать о себе знать. Значит, вы спрашиваете, стоит ли? Очевидно, что вы пришли за советом, и очевидно, что вы, значит, ну, очевидно, что вы боитесь совершить какую-то ошибку, вот. Значит, ну, именно ошибку совершить какую-то, боитесь. И, соответственно, я думаю, что ответить вам на ваш вопрос можно. Следующим образом. Вот. Вам в любом случае нужно сперва отойти от своего мужа. Это первое, что нужно. Вот. То есть, ну, отойти от отношений с ним, отойти от того, чтобы перестать испытывать к нему эмоции какие-то сильные, вот, отпустить его, побыть одной, прианализировать, собственно говоря, что, ну, что произошло, вот, и выработав свое отношение к тому, что происходит, вот, понимаете? и уже, и уже, и уже, и уже после этого принимать решение относительно того, значит, ну, что делать дальше, мне кажется. если вы хотите быть счастливым, то ставить свое счастье в зависимость от других людей, в том числе и мужчину, в том числе и себя, да, не самый лучший расклад. Поэтому я думаю, что такой серьезный, серьезный шаг, такое серьезное решение нужно принимать взвешенно. Вот. и только после того, как вы, собственно говоря, определитесь с тем, какие же проблемы у вас. Итак. Вы пишите. Мне 46 лет, прожила с мужем 25, имеем двое детей, старше, сын 23 лет и дочка 14. Последние 10 лет, жизнь, имея очень тяжелое, никакого внимания ко мне, часто ругаемся. Ну вот, здесь момент такой, да, что есть определенные трудности, есть уже определенные конфликты, вот, есть уже определенные противоречия, вот. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вы избегаете своих проблем. И это, пожалуй, первый аспект. Основной. Избегание ваших собственных проблем. То есть, вы вместо того, чтобы решить проблему по факту со своим мужем, хотя бы в контексте себя, да? То есть, ну вот, 10 лет семейной жизни очень тяжелой. Значит, нужно найти выход, разделить имущество, разъехаться, пожить отдельно, в конце концов. Но ничего этого вы не делаете. Вместо этого, вместо этого вы в интернете знакомитесь с мужчиной. Понимаете? И вот здесь мой коллега прав, Кудряшев Игорь Леонидович. Здесь он прав. Прав в том, что негативные паттерны в поведении, негативные элементы вашего отношения к самой себе, это главное. А новый мужчина, которого вы выбрали, это просто, это просто средство. Это просто средство для достижения своих целей. Ваших целей. И эта цель какая? Почувствовать защиту и уважение. Это то, что вы хотите. Задекает вопрос. А защиту и уважение вы сами по себе почувствовать не можете, что ли? Защиту и уважение сами по себе, то есть, чувствовать себя защищенной и уважаемой, вне зависимости от того, кто рядом с вами, вы не можете? А по какой причине, вы не можете? Дальше. Так как я хотела недельку отдохнуть на море, он предложил приехать. Вот осенью побывала, значит, в области и встретила его. Он дает, у него два года, как у меня родина, тоже двое детей. Значит, он меня младше на четыре года, почувствовала в нем защиту и уважение ко мне. Ну, если вы говорите, что вы были там неделю, то, наверное, было бы странно, если бы вы чувствовали бы что-то другое, помимо уважения к вам и защиты. Он предлагает бросить мужа и ехать из Москвы к нему в Балтийске. Ну, на мой взгляд, подобное поведение мужчины, да, то есть бросить мужа, ехать к нему, ну, это, ну, если не сказать эгоистично, если не сказать эгоистично, то достаточно сомнительное предложение. Потому что этот мужчина лучше вашего мужа только на фоне, понимаете? Он лучше только на фоне. Он ни в коем случае не лучше вообще. И это основная беда, что вы не воспринимаете мужчину как отдельную личность, как отдельного человека. Вы воспринимаете мужчину только на фоне своего мужа. Но на фоне вашего мужа он, естественно, выигрывает. Ну, а по-другому вряд ли может быть. Вот. Дальше. Значит, самый дальнобойщик работает, а если что нет. Вы знаете, вот есть у меня здесь ощущение, что при дальнобойщике мужчине-дальнобойщике вы часто будете бывать одна из детьми в чужом городе, или он будет висеть на вашей шее. Ну, потому что работа то есть, то нет. И еще важен интеллектуальный уровень. Соответственно, дальнобойщик будет ли вам с ним интересно. Ну, как мужчины. То есть, неделю-то вы там побыли, отдохнули, провели время. Это понятно. Но есть ли у вас общие интересы? Есть ли у вас общий взгляд? Есть ли у вас точки соприкосновения друг с другом? Вы пишете, что дома с мужем был грандиозный скандал, когда он узнал, что я хочу уехать. И тут же пишете, что просил прощения, говорил, что изменился, и предлагает все начать заново. Вот здесь посоветовать бы вам согласиться с мужем и попробовать все заново, да? Неправильно это будет. Знаете, в чем дело? Ваш мужь боится вас потерять. И не очень надежные обещания, которые, которые, ну, даются из чувства страха, разве нет? А вот, собственно говоря, этот момент больше всего вызывает сомнений. И мне думается, мне думается, что выводов делать поспешных здесь не стоит. Если мужчина, вот другой, с которым вы познакомились, вас любит, или вы ему нравитесь, он желает вам добра, то, наверное, поймет, он, наверное, поймет о том, или поймет то, то бросить все и приехать к нему, по сути, в никуда, это очень тяжелый шаг. Я уже молчу о том, что более адекватно для мужчины приехать к женщине, потому что мужчина кочевник по природе. И дело здесь сейчас не в сексизме, а именно в том, что у мужчины в генах заложено более легкое отношение к переменам мест. Женщина, она все-таки более привязана к конкретному месту. Ну, таковы особенности. Вот. От этого никуда не уйти. И мне думается, что вот этот факт точно является достаточно важным. Вот. Значит, про сопрошение, я говорю, что изменился, и предлагаю все начать заново. Здесь момент какой. Если, если муж устроил грандиозный скандал, да, то есть, кстати, непонятно, почему скандалили вы. То есть, вот тоже момент. Вы говорите, что к вам никакого внимания, да, муж не уделяют. А что вы делали для внимания, ну, к себе? Вы говорите, что мы часто ругаемся. А конкретно вы, Лариса, вот конкретно вы ругаетесь. По какой причине? Именно вы. Причины того, что вы ругаетесь. Какие. Да? Вот. Дальше. Вот у вас был грандиозный скандал. Что же непонятно. У вас были, у вас имели место быть ожидания, ммм, ожидания того, что, ну, мужчина, ваш муж, я имею ввиду, адекватно и позитивно воспримет то, что он, вы ему предложили. Или что? С вашей стороны, скандал был, почему? Ну, ладно, муж, ему обидно, ему неприятно, он там это может воспринять как предательство, измену и все такое. Но вы, у вас какой был мотив именно скандалить? Понимаете? То есть, очевидно, здесь имеет место быть то, о чем сказал мой коллега. Внутренние негативные паттерны поведения. Деструктивные. Вы пишете, я уже не хочу. То есть, вы не хотите с мужем начинать все заново. Я вас прекрасно понимаю. Действительно, 10 лет семейная жизнь тяжелая. 10 лет вы ругаетесь. Полагаю, что чувства все у вас ушли, да? Ну, вот. И, в общем-то, никаких теплых чувств к мужчине не осталось. Я полагаю, я полагаю, да? Вот. Но. Но. Вы имеете право не хотеть с мужем начинать все заново. Но не хотеть начинать с мужем все заново, это не то же самое. Это не то же самое, что ехать к другому мужчине в другую область, в другой край. Понимаете? Моя мысль сводится к тому, что при переезде вы должны быть защищены. Защищены материально, защищены имущественно, защищены на случай, если у вас с мужчиной что-либо не получится. Защищены на тот случай, если будет какой-то, ну, кризис, и вам нужно будет куда-то податься. Понимаете? А так, получается, что у вас ничего и не останется после того, как вы, ну, переедете к этому человеку. Я не думаю, что это хорошо. Я не думаю, что это то, чего вы достоин. С другой стороны, не очень... Вот вы говорите, что в Москве работают пожилые родители. То есть, в теории, вы, конечно, можете к пожилым родителям приехать. Ну, вот, но это, опять же, детали и вопрос удобства, допустимости, там, и так далее. В любом случае, нужно себя обезопасить, нужно себя защитить. Потому что в этой ситуации проиграете только вы. Да? Вот. Ну, и, естественно, с чемоданчиком ехать, с чемоданчиком ехать, это риск. Большой риск. Понимаете? Ну, в принципе, вы пишите, если только в Калининграде. Так, где-то в Москве есть свой врач и парикмахер. Подруги остаются разводиться, пока не хочу. Ну, и жить очень тяжело так дальше. Вот тоже важный момент. Вы говорите, что не хочу разводиться. По какой причине вы не хотите разводиться? По какой причине? Если вам тяжело так дальше жить, вы чего-то боитесь, чего-то опасаетесь. Я бы мог предполагать, чего вы опасаетесь. Например, страх одиночества, страх быть никому не нужной, быть брошенным и так далее. Да? Мог бы предположить. Но давайте вы сами. Давайте вы сами подумайте. По какой причине у вас нет желания разводиться, хотя жить так дальше невозможно? Противоречие. Противоречие. Вы пишите, что мне посоветствуете. У вас есть подруги. Попруги, это те, кто могут вам посоветовать. А я предлагаю вместе со своими коллегами раскрыть ваши противоречия, раскрыть ваш подход и позиции в отношениях с мужем и на этой основе раскрыть вашу позицию вообще. Скорректировать ее, чтобы у вас не было такого, что вы часто ругали, значит, у вас такие вот противоречия, да? Вот. Чтобы вы четко, может быть, знали, чего вы хотите, потому что не от хорошей жизни вы, зная, значит, ну, зная мужчину всего неделю, готовы уехать к нему. Не от хорошей жизни. Вот это все нужно как следует обдумать. Как следует обдумать. Понимаете? Какая история. Поэтому мне кажется, мне кажется, что спешить в любом случае не стоит, как и, в общем-то, вообще ничего не делать тоже не стоит. Знаете факты? С мужем вам тяжело. С ним вы больше ничего не хотите. Значит, нужно это завершить. Нужно это завершить. Нужно, значит, вам, возможно, уехать к родителям, начать бракоразводный процесс, разделить имущество. имущество, куда-то вложить. Ну, или хотя бы что-то получить, да, чтобы у вас что-то было. И вот тогда уже, имея материальную базу, имея материальную базу, подумать, как бы вы устроились в месте проживания вашего нового мужчины. Может быть, имеет смысл открыть там бизнес какой-нибудь, вместе с ним. Может быть, еще что-то. То есть, вот вы говорите, да, что... Так. Вы говорите, что после Нового года хотите слетать на неделю к нему, а потом к лету уехать жить. Вот слетайте на неделю к нему, поживите там, посмотрите. Интересно, что вы спрашиваете совета сейчас, когда вы уже приняли решение после Нового года слетать. Слетайте, и потом будет видно. Прислушитесь к своим чувствам, к своим эмоциям, к своим ощущениям. Подумайте, комфортно ли вам будет, хорошо ли будет вам. Понимаете? Вот. Ну, я бы поработал вот с вашей нуждаемостью, да, и с противоречием. Потому что, когда женщина говорит, что вот я с ним почувствовал себя защищенной и уважаемой, да, ну, то есть, меня уважают, это говорит о заниженной самооценке. Вот. А заниженная самооценка, она будет проявляться и с новым мужчиной тоже. И еще неизвестно, будет ли это лучше. Понимаете? Это большой риск для вас, потому что возвращаться вам будет некуда. Вот. Так что я думаю, что стоит исходить из фактов. Если проблемы с мужем, завершите эти проблемы. Разведите, разделите имущество. Полюбовно обо всем с мужем договоритесь, если вы ничего не хотите, не хотите, с ним, и уже дальше, уже дальше будете думать, как вам поступать. Я полагаю, что, ну, вот, знаете, как-то у вас все очень торопливо происходит. Вот вы говорите, что слетать на неделю, потом вы говорите, что едете почти с одним чемоданчиком, то есть, ну, как-то все это напоминает, знаете, как, истерию, да, то есть, давай быстрее, скорее, вот так вот, такие серьезные вещи делать не стоит, это точно. Это серьезный вопрос, серьезный вопрос, с другого, с другому человеку, его нужно обдумать, его нужно, как следует, как бы, решить, да, потому что, ну, вам 46 лет, вам не 20 лет. Я полагаю, что на подъем вы, ну, не такая легкая, как были, понимаете, я полагаю, что привычки многое, многое решать, я полагаю, что вы хотите, чтобы удобно вам было, я полагаю, что вы влюбились в этого, ну, не влюбились в этого мужчину, как девочка, да, а просто почувствовали себя с ним хорошо. Вот вопрос в том, стоит ли терять все, что вы имеете, ради защиты и уважения, защиты от чего, и уважение получается условно, потому что сами себя вы, вероятно, не уважаете, ну, перестали уважать, находясь со своим мужем, да, так вот, это сперва стоит поднять, вам самой, вам сперва самой себя стоит научиться уважать и защищать, а уже потом, после этого, можно будет что-то делать дальше, можно будет уже решать. Понимаете, ни одни здоровые отношения не строятся на нужде, ни одни на нужде здоровые отношения не строятся. И я думаю, я думаю, что тот факт, что вы нуждаетесь в нем, в защите и уважении, не улучшает вашу позицию. Тот факт, что вы едете к нему с чемоданчиком, также делает вас зависимой от него, а зависимость, это соблазн. Соблазн для человека, в данном случае для этого мужчины, воспользоваться тем, что вы зависимы. Стоит ли человека ставить перед таким соблазном? Стоит ли рисковать так? На этот вопрос можете ответить только вы. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин